Город успешно справился с задачами по Кубку конфедерации, отметил Чермит. Для обслуживания спортивных автобусных маршрутов в каждой из дней матчей было задействовано около 100 автобусов по маршрутам, шаттлам и около 150 автобусов по муниципальным автобусным маршрутам. Интервал движения составил 2-3 минуты. Эту работу высоко оценил и губернатор, и правительство страны. Сочи признан лучшим по организации перевозки из всех четырех городов-организаторов, несмотря на то, что другие имеют федеральный статус. Модель этой перевозки планируется сделать основой и для транспорта в целом. Из 875 автобусов в Сочи 285 муниципальные. Однако зачастую маршрутная сеть разработана в пользу коммерческого транспорта. Это сказывается как на наполнении бюджета, так и на качестве услуг населению. Сегодня с учетом мнения общественности идет проработка этого направления. Город прирос, появились новые микрорайоны, новые кварталы, появилась новая улично-дорожная сеть. Все это требует, естественно, того, чтобы департамент транспорта отреагировал, и мы разработали новую маршрутную сеть. На совещании были подведены итоги первого полугодия. Ключевым стало значительное снижение нелегалов как такси, так и автобусов. Более 120 единиц техники изъято у нелегалов до решения суда. Эта мера показала себя действенной для предотвращения транспортных правонарушений. Отметили эффективную работу по ремонту дорожного полотна. На эти цели край в нынешнем году выделил 500 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году всего 200. Еще 100 миллионов рублей направлено из городского бюджета. Сейчас из 45 улиц, которые требуют ремонта, 22 уже готовы, как, например, Альпийская. На 60 улицах уже сделан ямочный ремонт. До конца года его дождутся еще на 47 улицах. А капитально отремонтируют к Новому году еще 23 дороги. Подробная информация размещена на сайте администрации Сочи.